Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Стыд. Люди, изучающие человеческую цивилизацию, человеческую культуру, антропологи, есть такая наука, антропологи, отдельно выделяют цивилизации, которые стоят на стыде, как цивилизации коллективистские. И в сущности это продолжение мысли Владимира Сергеевича Соловьева, великого русского православного мыслителя 19-го столетия, о том, что стыд не такое уж позитивное чувство, как часто полагают у Соловьева. Главная его книга очень толстая – «Оправдание добра». И вот стыд, вы понимаете, он не совсем входит в оправдание добра. Конечно, когда-то понимание того, что стыд вообще существует, явление позитивное, это было как открытие Америки. И в священном писании Ветхого Завета, в книге «Премудрости» Иисуса сына Сирахова сохранилась целая глава, посвященная стыду. Но уже в этой книге, которая написана, видимо, где-то около пятого-четвертого столетия до Рождества Христова, уже говорится, цитирую, «не всякую стыдливость хорошо соблюдать, и не все всеми одобряется поистине». И дальше идет перечисление, что правильно является предметом стыда. «Стыдитесь перед отцом и матерью блуда, перед начальником и властелином лжи, перед судьею и князем преступления, перед собранием и народом беззакония». Ну вот, скажем, остановимся на этом густише. Оно ведь адресовано к разным людям, потому что человечек внизу, обыватель, он должен стыдиться перед судьей и князем, архонтом, то есть, ну, начальником. Он должен стыдиться совершить преступление, нарушить закон. А вот архонт и судья должны стыдиться перед собранием и народом. Они должны стыдиться неправильно судить. Ведь в Библии неправедный суд – это одно из самых тягчайших преступлений. И, собственно, вера в страшный суд – это вера в то, что Бог не таков, как земные судьи. Он не подкопен, он милосерден и так далее. Что еще стыдиться? «Стыдитесь перед товарищем и другом неправды, перед соседями кражи». То есть, ну, птицы в своем гнезде не гадят. Заметим, что тут ничего не сказано о несоседях. Потом, довольно странное. «Стыдись и облокачивание на стол, обманы при займе и отдаче, отвращение лица от родственника – это понятно, помыслы на замужнюю женщину – ну, в общем, тоже понятно. Хотя, если это моя жена, моя жена ведь тоже замужняя женщина. «Стыдись ухаживания за своей служанкой». Ну, тут прямо мы попадаем в Анну Каренину, с чего все и началось. Повторение слухов и так далее. «И будешь истинно стыдлив, и приобретешь благорасположение всякого человека». Но дальше-то идет фраза. «Не стыдись вот чего, и из лицеприятия не греши». «Не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и его завета». «И суда, чтобы оказать правосудие нечестивому». «Не стыдись точности в весах и мирах, много ли, мало ли приобретаешь без предстрастия в купле и продаже». «Не стыдись окровавить ребро плохому рабу». То есть не стыдись бить крепостного, не стыдись бить раба. Да, при худой жене хорошо иметь печать. В смысле ключ от буфета, если жена подворовывает из буфета, ты ей не давать ключ от буфета. Но, друзья мои, то есть не стыдись быть суровым, не стыдись, что тебя жена боится. Я прошу прощения. А что же, дорогой Абрам Исакович, вы такого сделали, что у вас жена подворовывает конфеты и сахар? Нельзя вот списочек огласить. Или вы стыдитесь? Абрам Исакович даже не подозревает, что если жена подворовывает у мужа, то это проблема не жены, это проблема мужа. И вот здесь мы оказываемся тогда, собственно, перед вопросом о том, а что такое стыд? Если это чувство социальное, стадное, если это чувство, ну, как бы сказать, это экзочувство, то есть когда критерии правильности – это окружающее. На какой-то стадии эмоционального, умственного развития – это, наверное, правильно, прежде всего, у ребёнка. У ребёнка это не инфантилизм, у ребёнка это нормально, как природа. Поэтому он несовершеннолетний, поэтому он неполноправный. Именно потому, что своей нравственной совести у него нет. Он делает, как вот ему показывают изменения, прежде всего папа с мамой, потом круг расширяется, он начинает стыдиться уже там одноклассников, ну, может быть, учителей, старших, но прежде всего одноклассников, потом однокурсников и так далее. Но это всегда перед другими. Если это чувство не формируется, или если стыд есть, но человек его преодолевает, то это, понятно, порог без стыдства. Блудница Вавилонская, не стыдиться, угнетать народы. Вот мы никого не угнетаем. Ну, правда, вот жена подворовывает, раб нуждается в том, чтобы ему кулаком в морду заехать, иначе он ехидничает. Вот, ну, я же не блудница Вавилонская, я нормальный гражданин, добрый, стыдливый, совестливый. И вдруг, все-таки, видите, вот история отношений Бога и человека, это не история двух взрослых. Бог – Отец, а мы растем. И мы все время думаем, что мы уже взрослые, а у Бога свой взгляд. И в этом смысле, в какой-то момент, Бог требует от нас без стыдства. В какой момент? Ну, давайте посмотрим на Спасителя, Иисуса Христа. Ведь Господь Иисус в совершенно определенных отношениях был бесстыдник. Да начиная с того, когда он 13 лет в храме, оторвался от родителей и потерялся, но они его потеряли, и нашли только уже потом. Его мать спрашивает, что же ты? А он говорит, ну, это же дом моего отца. Ему не стыдно. Более того, Господь Иисус другим говорит, что оставит человек отца своего и мать свою, жену, дом и так далее. Это бесстыдство, когда человек обнаруживает, что Бог – это не часть национальной традиции, не часть нравственных каких-то норм, которые дошли от предков. Это не социальное явление. Бог живой, Бог разный, образ Божий в других людях. И поэтому единственный, настоящий, подлинный критерий добра и зла – он внутри тебя, там, где ты встречаешься с Богом. Не отец и мать, не семья, не государство, не народ, не учителя закона. Господь Иисус пошел против всего этого. Почему? Да потому что стыд, как чувство ответственности перед коллективом, это как корсет, это как постели. То есть, человек после грехопадения мы все инвалиды, мы все инвалиды. И как человек, который сломал ногу, нуждается в том, чтобы его загипсовали, может быть, в инвалидной коляске его будут возить, в общем, вокруг него суетятся, я надеюсь, врачи и санитарки, медперсонал. и он выполняет предписание, но это потому, что он инвалид. И то, что описывает книга Иисуса сына Сирахова, это вот такое вот детство человечества. Человек, который делает добро только в координатах «мы», он еще не вырос. Он даже хуже, чем ребенок. Он вырос, но он не обрел свободы и самостоятельности в отношениях с Создателем или, скажем так, в отношениях с самим собой. Потому что не у всех есть вера. И не вдаваясь сейчас в обсуждение, почему вот Господь кому-то веру дает, кому-то нет. Допустим, у человека нет веры или у него ложная вера. Он что, бесстыдник? Нет. Апостол Павел говорит, что и у язычников закон написан в сердце, естественный закон, закон разума. В чем этот закон заключается? Это предмет очень-очень-очень много веков обсуждаемый. Но я думаю, что ближе всего к Евангелию в позиции Канта. Не случайно Канта звали Мануил. Одно из имен Спасителя. Символическое имя. Значит, мораль Канта стоит на принципе, что надо обращаться с другим так, как ты бы хотел, чтобы обращались с тобой. Но ведь это же переложение евангельской заповеди. Люби ближнего, как любишь себя. В Евангелии есть и другая формулировка. На тайный вечер в Евангелии это Анна. Господь говорит, люби ближнего, как Бог любит тебя. Это, конечно, возводит все в куб. Потому что есть вещи, которые я даже ради себя не сделаю, а Бог ради меня их делает. Он идет на смерть. Я ради себя на смерть не пойду, разумеется. Так что кого стыдится человек, который дает голодному кусок хлеба, потому что хотел бы, чтобы его тоже накормили. Да, в общем, никого. Он просто не хочет умереть с голоду. Он подстраховывается. А Господь хочет, чтобы он еще и стыдился, стыдился Бога. И Господь говорит, ты накорми голодного, потому что это я. Он не говорит, потому что это ты, потенциальный, возможный в случае опасности, голода, неурожая. Это будешь ведь ты. Он говорит, это я. И это, конечно, радикально меняет. Это уже не просто стыд. Стыд – это что? Это страх наказания. Значит, может быть, меня накажут за то, что я делаю. Но действительно могут наказать. То есть стыд – это прежде всего проявление слабости, неуверенности в своих силах, а тогда бесстыдство, как бесстыдство Христа, которое взрывает социальную норму. Это бесстыдство силы. Причем бесстыдство может быть проявлением силы любви, а может быть проявлением и силы греха, силы ненависти. Вот это диалектика стыда, которая может быть в какой-то момент добродетелью, фундаментом человеческого поведения, а в какой-то момент может быть могильной плитой, которая хоронит человеческое человеке. Это уже есть, опять же таки, скажем так, и в Священном Писании, в той же книге Сираха, говорится и о таком стыде, стыд созидающий и стыд, скажем так, разрушительный. Ну, по формулировке Библии, есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд, слава и благодать. Не стыдись ко вреду твоему, не удерживай слово, когда оно может помочь, не противоречи истине, и стыдись своего невежества, не стыдись исповедовать грехи свои, не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. И, наконец, это просто золотые слова. Подвязайся за истину до смерти, и Господь Бог победит за тебя. Подвязайся за истину до смерти. Как редко мы помним эти слова, как часто я слышу, а вот где бы почитать про такого святого, который жил при деспотизме, при Сталине в самые мрачные годы, 30-е, 40-е, гонение на церковь при Хрущеве. И вот он там в концлагерь не попал, в тюрьму не попал, но он жил, вот, чтобы на него ориентироваться. Это спрашивается, а подвязайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя, я цитируюся на дальний перевод. Это кому адресовано? Хотя, конечно, многие верующие жили и не попадали в тюрьму, но я не буду говорить, потому что надо не подражать другим, надо жить Божьей благодатью. Чудно совершенно насчет стыда не будь, как лев в доме твоем, то есть, стыдно, стыдно, голубчик, быть львом по отношению к слабым, ну, в общем, против молодец, против овец молодец, а против молодца и сам овца, стыдно-с, друзья, стыдно-с. И вот здесь мы опять возвращаемся к тому, что стыд может также уничтожать человеческую личность, как без стыдства. В идеале этот парадокс выражен у Ильфа Петрова в романе «Двенадцать стульев», где действие начинается с описания приюта для стариков, где директор стыдливый, застенчивый воришка Альхин. То есть он крадет стулья несчастных стариков, но при этом ему очень стыдно. Стыдит самоворует и поразительно, как часто мы именно так себя ведем, я думаю, специально, потому что нам кажется, что то, что мы смущаемся, нас оправдывает. Нет? Наоборот. Грех возводится в кум. В Новом Завете их, кстати, один оборот, который часто понимают неверно, потому что это очень древняя метафора, там, где апостол призывает прощать и говорит, когда ты прощаешь, ты собираешь горящие угли на голову своего обидчика. и смотрите, здесь уже вопрос о стыде ставится не со стороны того, кто должен стыдиться, а того, кто должен стыдить, а не стыдит. Вот это собирать горящие угли на голову другого, это египетская метафора, то есть, она вообще такая древняя, второе тысячелетие, в папирусах сохранилась, и оно, метафора, собственно, сравнивает человека, вот он у меня украл, там, скажем, осла, я его поймал, и он покраснел от стыда, и это сравнивается с раскаленными углями, лицо вспыхнуло, как головешка, заметим слово головешка от слова голова, значит, моя голова похожа на головешку, ты покраснел, тебе стыдно, что ты украл моего осла, ты крокодил, значит, оказывается, что у стыда есть оборотная сторона, те, кто должен контролировать, быть нравственными авторитетами, лидерами и так далее, очень часто быть нравственным авторитетом означает не расставлять точки над и, не выносить обвинительный приговор, всюду в Евангелии, где говорится не судите, да не судимы будете, речь не идет, там слово греческое, тоже, которое в русском языке дало слово кризис, значит, там не идет речь о рассуждении, а плюс б равняется а б, нет, там речь идет об обвинительном приговоре, то есть, не осуждай человека на вечные муки, не осуждай человека на 15 суток общественных работ и так далее, значит, оказывается, в какой-то момент судья должен стыдиться того, что он судья, у меня тут я берегу один такой был у меня знакомый в начале 90-х годов американский пастор, который приехал в Россию проповедовать Евангелие, жил здесь, казался богачом, у него было 100 долларов в месяц, в 93-м году это были такие бешеные деньги, на них нужно было жить несколько лет, но он все жил и жил, у него все были те же 100 долларов, а цены-то поднимались, и он мне рассказывал, что он был судьей, судья в Америке это все-таки особое явление, это совершенно особый, очень высокий статус, редко, когда в суде избирают человека, ну, бесстыдного, и он говорит, я даже знал одного суда, одного судью, верующего, из суда, там они делятся на какие-то вот пять районов, он был судья в Fifth Circuit, пятый округ, это очень большой человек, Орлос, и очень интересный, я с ним говорил там не очень долго, когда был в Америке, но я, в общем, помню, что американский судья, это не код чихнул, вот, и он, мне этот пастор говорит, я был судьей, а потом, я читаю в Евангелии, что вот нельзя разводить, но в Америке судья не только соединяет врачующихся, но и разводит, я подумал, как же я христианин развожу, и он ушел из судей, стал вот таким вот миссионером, проповедником, и для меня это была проповедь лучше прочих, то есть он пришел к тому, что вот, ну, действительно, вот ты нравственный авторитет на плюхе, точнее так, именно потому, что ты правильный, именно потому, что ты судья, достойный, именно поэтому не суди, пусть плохие люди займут твое место, они плохие, они могут отправить людей в тюрьму, как у нас говорят археи Христа, Христа распяли, а ты хороший человек, поэтому не суди, ты сын или дочь Божий, поэтому никого не отправляй в тюрьму, лучше сам пойди в тюрьму, вот это действительно, тогда это уже даже не стыд, это что-то еще, то есть прощение, сама идея прощения, прощать всегда, везде, это идея, которая разрушает понятие стыда, стыд отменяется, я вас поздравляю, нет теперь закона, он есть, есть закон, только этот закон, когда мы уходим из судейского кресла и возвышения, мы уходим на скамью подсудимых, там сидит Господь, и мы усаживаемся рядом с Ним, как это возможно, я не знаю, но я знаю, что это царство Божие, это мир Божий, а не тот, где живем мы, а сказать, ну, это все, конечно, идеалы, но реальный мир такой, тогда мы отрицаем Христа, ну, что делать, такое бывает, сплошь и рядом, и тогда мы снова возвращаемся к Ветхому Завету, ведь в Священном Писании, причем в самых древних частях, и особенно в Псалмах, стыд обозначается прежде всего, как угроза мне, я буду посрамлен, вспомним поэта детского, стыда срам, стыда срам, и это назойливый невроз у древнего еврея, что надо мной посмеются, враги мои насмехаются надо мной, то есть меня стыдят, я как голый перед людьми, быть голым – это стыдно, а я вот голый, я валяюсь, униженный, я оскорбленный, подразумевается, что коллектив всегда прав, то есть враги правильно меня позорят, Господи, помоги мне подняться, то есть позор – это всегда заслуженно, и только Бог может защитить от этого, но это подразумевает, что вот я попал в плен, теперь я раздет догола, вот я стою, меня продают как военно-пленного в рабы, вот мне стыдно, а тому, кто начал войну, или тому, кто захватил меня в плен, или купил меня у моих братьев, и делает меня своим рабом, ему не стыдно, послушайте, мы живем в перевернутом мире, до сих пор мы живем в перевернутом мире, стыдно быть тюремщиком, заключенным, ну и Господь Иисус был в тюрьме, но он не был тюремщиком, и еще один стыд, может быть, самый, поскольку пожизненный, бесплодие, человек продлевается в своем семени, значит, если жена бесплодна, прогони, возьми другую, вот, но ты не можешь быть бесплодным, у тебя должны быть дети, ну и иногда как-то понятно, что все-таки дело в мужике, тогда это стыд и позор, стыд и срам, и вот вся Библия, она контрпунктом, ниточкой такой ведет, что вознесет смиренных, вознесет ничтожество, вознесет бесплодных, и об этом Евангелие, что именно рождает та, которая не должна бы родить по человеческим-то нормам понятия, как это уже было с той же Сарой, то есть Господь захочет и родит даже телеграфный стол, но Господь хочет и рождает святая, праведница, и тогда оказывается, что само по себе многочадие, ну, это неплохо и нехорошо, это биологическое явление, а дети разные, у меня ситры, стыдиться надо, если ты бьешь детей, даже если это твои родные, там, 20 детей или 23, но все равно нельзя бить, это стыдно, а не иметь детей не стыдно, и тогда оказывается, что мир Божий, страна Божия, не стыдно быть бездетным, не стыдно быть нищим, не стыдно быть плачущим, униженным, оскорбленным, не стыдно потерпеть поражение, а вот побеждать очень часто стыдно, почему? Потому что это мир Божьих побед, мир Божьего добра, и наше стремление оказаться в победителях ценой унижения другого, это богоборчество, мы хотим стать равными Богу, так с этого все и началось, все наши проблемы. И тогда первый стыд, разумеется, это Адам и Ева, которые пытаются прикрыться фиговым листком. Конечно, это символ, это метафора, потому что вообще быть голым, ну, что тут стыдного? Стыдимся, стыдимся, а потом свадьбы уже, и не стыдишься. Значит, они в этом смысле стали стыдиться друг друга, но ведь в раю-то они были обнаженные. Они что, были бесстыдники? Нет, они были Божьи. Значит, стыд – это явление, которое исчезнет в раю, которого когда-то не было. То есть стыд может быть попыткой заслониться от Бога фиговым листком коллективности, каких-то норм социальных. И в этом смысле, особенно христианина, нужно быть человеком, который умеет импровизировать. Иногда нужно быть бесстыдником. Но только здесь Дух Божий должен быть начальником, коллективом. Наша среда – Дух Божий. А его не надо стыдиться или не стыдиться, им надо дышать. А для этого надо его получить, да для этого надо открыть себя ему. Прииди и живи во мне. А что значит «живи во мне»? Прииди и в селе Севны, как в своем доме. Вот я живу у себя в доме, я тут мебель ставлю, как хочу, я тут хочу – открой окно, хочу – закрою, хочу. Так вот Дух Божий, чтобы жил во мне, как в своем доме, а не как у меня в доме служанка, с которой нельзя грешить, потому что это стыдно, перед людьми будет, когда она забеременеет. Бога нельзя стыдиться. И в Боге пропадает вот это развлечение стыдно, не стыдно, без стыдства. И появляется тогда просто жизнь. Это был Яков Крутов, Москва.